В России, если анализировать, что происходит, ну вот посмотрели мы с вами какие-то там небольшие были очаги возгорания в национальных республиках, очень быстро, значит, со всем расправились, что бы ни происходило, подавляется крайне быстро, ну и все, там все за Путина, все за войну, в общем, полностью вот такая цельная картинка. Тем не менее, выходит снова на Рыжкин и снова говорит, что он обвиняет Запад в подготовке революции, то есть там никаких-то уже противостояний, это не 80 тысяч российских граждан, которые получали образование, он говорит, что на Западе искренне поверили, что с помощью технологий они могут свергнуть неугодный режим. По его словам, он говорит, что делают западные спецслужбы ставку на революцию. Я, так сказать, смотрю, смотрю, где, что он видит, но у меня такое чувство, что все-таки есть у них какая-то аналитика, которая показывает, не знаю, внутреннюю социологию, поддержку войны или там желание прекращения войны, поддержку Путина на самом деле, может быть, она там, не знаю, не 85, как они мечтают, а 53, им этого недостаточно, или 48, или как угодно. Но я пытаюсь понять, почему, значит, если мы говорим о Америке, ну вот, значит, настроение прямо на высшей точке, да, накал страстей в России, полностью штиль, но Нарышкин переживает. Ну, во-первых, Нарышкин не первый раз делает подобного рода заявление, мы от него всякое слышали, помните, он делал заявление, ну, про трепанацию мы уже говорили, черепа заложного, он его отлично трепанировал. Боевые комары, наверное, он тоже. Боевые его были, да, я вот сейчас точно не понимаю. Мне кажется, что да. Но он говорил про виртуальный мир, вот, кстати, к вопросу о метрофиленах, где будет правительство виртуальной России и так далее, что ЦРУ это все создает, использует иммигранты, ну, типа нас вот, наверное. Вот, и так далее, то есть он много чего такого говорил, поэтому, собственно говоря, для него это некая линия поведения. Я думаю, он оправдывает собственное существование в качестве руководителя СВР, вот, но тем не менее, я вам хочу сказать, что это же вечная тема, что какие-то там цветные революции или революции извне, подорвать наше, значит, национальное начало, вот, перестать быть Россией, там, кем там, я уж не знаю, стать. Как бы это стандартный набор. То, что у этого нет никаких подтверждений, то, что, ну, потому что, давайте так говорить, если бы Америка сильно хотела устроить, ну, я уж не говорю, революция, а бунты и какое-то, в общем, стимулировать внутреннее настроение протеста, она могла бы это сделать. Ну, знаете, если в города вкинуть так, при разной использовании возможности 100 тысяч единиц оружия, еще и неизвестно, как бы все повернулось, мягко говоря, если так вот озадачиться проблемой, через Украину закинуть вот такое количество оружия. Еще и неизвестно, чем бы это все закончили, может, никакой не революции, но перебили народу немало, понимаете, немало бы перебили народу, поэтому тут какой способ, какой инструмент избрать. Ничего из этого нет, более того, я вам скажу, я это ответственно заявляю, поскольку знаю позиции Соединенных Штатов, not change power в России, то есть не вовлекаться ни при каких обстоятельствах в изменение власти в России, не стимулировать, не помогать, не давать денег, не давать оружие, не вовлекаться, находиться на революционном расстоянии, не дай бог сделать хоть что-то, что будет сочтено, попыткой организовать такую революцию. Я ответственно об этом заявляю, потому что это позиция Госдепа, это позиция Белого дома, и она практически никогда не менялась, даже в советские годы, удивительное дело. А при Путине она усугубилась, потому что при общей нестабильности и фоном войны, они считают, что к власти могут прийти силы гораздо более худшие, чем сам Путин. Да, они так и говорят, ну а что будет, если приют Гиркина и Пиперкина? И вот события 24 июня, их окончательно в этом убедили, понимаете? Вообще окончательно, вот они еще сомневались, а может, а где-то, а как-то. А сейчас они окончательно решили, никакого change power, никаких, ну будет что-то происходить, пусть происходит только без нас. Препятствовать они не будут. Если в России будет революция, я не думаю, что они прям бросятся помогать Путину, я так не считаю. Они будут за этим наблюдать и пытаться выстраивать отношения с любой новой властью, какая бы она ни была, ничего не поделаешь, потому что любая попытка вмешательства, с их точки зрения, она усугубит ситуацию. Кто-то сочтет, что это там национальный интерес нарушен тем самым, будет естество национальное, будет подернуто вот англо-факсонским влиянием, еще чем-то и так далее. Ровно поэтому никакие цветные революции не затевались Америкой специально для свержения режимов. Америка, да, в сателлитных странах, вот я имею в виду страны, там, будь то Грузии, там, частично Молдова, Украина, она реагировала по факту. Люди хотят, людям помогают. Когда они уже реально сами берут эту власть. Но не каких-то там печенек госдепа, с которыми оббегали всех подряд. Этого не было ни разу. По факту, да. С новыми властями активно сотрудничать, помогали и так далее. Но с властью. Это важный принцип. Всегда иметь дело с властью. Тот, у кого ручка самописка, тот, кто власть, тот и является партнером по взаимодействию, по переговорам, даже пусть контроверсивным партнером. И поэтому разговоры Нарышкиных о цветных революциях, по подготовке революции являются всего лишь пропагандой. Всего лишь, а, оправданием собственного существования и собственных бюджетов, и, б, это, собственно говоря, борьбой со своими оппонентами. Потому что они жулики и воры, убийцы-людоеды. А их оппоненты, ну, тоже, может быть, не блестящие. Но уж точно не вот всех этих характеристик носителей. Точно. Хорошо. Мы обасаем тогда эту тему, этот вопрос на паузу. Я не знаю, почему бы это можно называть просто внутренним желанием, женской интуицией. Но мне кажется, что история с революцией или с противостоянием, или с каким-то несогласием, она обязательно, она должна, она просто обязана появиться в России. Не потому что мы увидим, не знаю, какое-то несогласие с тем, что делает Путина. Просто, скорее всего, потому что нужно будет уже более активно отстаивать свою жизнь. Война продолжается. Это значит, что мобилизация продолжается. Ну, и заверим, значит, в таком случае в жены мобилизованных. Посмотрим, что они смогут устроить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.